Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Бизнес онлайн» в студии. Я – Наиль Байков. В Рунете сегодня можно купить что угодно и где угодно. Но в то время, пока рынок интернет-коммерции заполняют новые интернет-магазины, ветераны рынков онлайн-аукционы продолжают наращивать многомиллионную аудиторию. Сегодня мы позвали в студию генерального директора молоток.ру Игоря Тарасенко, чтобы спросить, а как быть и как жить дальше и, самое главное, что делать дальше. Игорь, приветствую тебя в студии. Здравствуйте. Ну что ж, я не случайно назвал вас ветеранами онлайн-рынка, так сказать, да, e-commerce-рынка, молоток.ру, основан в 1999 году, то есть 13 лет назад. Это вот практически в нашем современном Рунете эта вот история. Весь интернет. Это весь интернет, да. И вот первый у меня такой вопрос. На ваш взгляд, Игорь, какие фундаментальные изменения произошли за этот период? Вот что было и что стало с точки зрения вашей? Ну, фундаментально, наверное, я бы сказал, что интернет-аукцион превратился в торговую площадку. Если перевести на русский язык, то раньше люди торговались и продавали какие-то ненужные вещи. Очень большое количество было бэушных вещей, которые сейчас ушли все на доски объявлений, так называемые, которые появились совсем недавно, по большому счету. Или другими словами, classified, да? Наши зрители уже такие подкованные. Хорошо, classified. И эту нишу заполнили профессиональные продавцы. Далеко не всегда они являются юридическими лицами, но они профессионально занимаются продажами на нашей торговой площадке. Торговая площадка. А можно ли вот провести некую аналогию онлайн-аукционов как торговая площадка и вот Marketplace, как Wikimart или как вот другие, да? Там же тоже торговые площадки, но там присутствуют интернет-магазины. Да, это прямая аналогия. Прямая аналогия, да? Абсолютно прямая аналогия. И, собственно говоря, суть бизнеса ровно такая же. Это заработок на комиссиях и на дополнительных рекламных опциях. Но основное отличие в том, что источник товарооборота на площадке он отличается. То есть, если на Wikimart это средний и крупный бизнес, то на Молотке это домашний бизнес, так называемая SOHO SME. Как-как? SOHO. Small Office Home Office. Понял, понял. Вот такой вопрос, Игорь. По данным статистики за 2011 год, даже по данным 2011 года, молоток.ру посещало порядка 10 миллионов пользователей ежемесячно. В 2009 году данные цифры едва превышали 3,5 миллиона человек ежемесячно. У Озона, ну как крупнейшего нашего такого интернет-коммерческого представления, интернет-магазин-представителя в Рунете, немного больше 11 миллионов пользователей. Вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Вот почему при таком разнообразии современного е-коммерса и наконец-таки доступных цен на товары, онлайн-аукционы еще остаются востребованы, даже не только остаются, а наращивают свою аудиторию? Ну, я бы так не сказал, потому что... Не сказал бы как? Я сказал бы, что аукционная модель, она все же является очень нишевой моделью. Там, где нужно торговаться, там, где нужно делать ставки, это все-таки нишевая аудитория, занимающаяся очень специфическим родом деятельности, а именно в основном это коллекционеры и любители антикварных вещей. Ну, а за счет... Да. А если же речь идет о товарах народного употребления, которые на нашей площадке, ну и вообще в интернете являются основным предметом покупки, да, мобильные телефоны, компьютеры, одежда, товары быта, то у нас на площадке они покупаются по фиксированной цене, и сейчас такие продажи составляют 70%. Ну, можете ли мне ответить, Игорь, за счет чего все-таки была достигнута такая уникальная разница? 2009 год – 3,5 миллиона, 2011 год – уже 11 миллионов. Я думаю, это генетическое развитие просто, и... А что вкладываете в это понятие генетическое? У нас выросло новое поколение, которые стали больше разбираться в интернете? В том числе. В том числе. За эти два года? В том числе. Не за эти два года, за, ну, 2009, да, я бы сказал, да, наверное, может быть и так. То есть это генетическое развитие вообще e-commerce, в котором за два года произошел рост рынка ежегодный, порядка 35-40%, ну, по разным оценкам, да, и эти два года, да, они нарастили рынок практически вдвое. Это действительно уникальное событие. Ну, и кроме этого, наверное, сюда можно еще и отнести увеличение количества пользователей интернета, то есть проникновение масштабное в регионы. Регионы растут, и Россия теперь уже первая во всей Европе по количеству пользователей интернета – 70 миллионов человек. Игорь, ну, ни для кого уже не секрет, то есть люди, которые в бизнесе, люди знают, что молоток.ру – это совместное детище, совместный проект Allegro Mail.ru и e-commerce group, совместный бизнес вот этого европейского торгового оператора Allegro и Mail.ru Group. Пользуетесь ли вы какими-либо привилегиями Mail.ru Group? Может быть, какие-нибудь вам идут… Нет? Нет, не идет, да? Мы, во-первых, сейчас не покупаем трафик, и в силу этого нам и у нас возникает необходимости обращаться к кому бы то ни было за какими бы то ни было преференциями. Да, преференциями. Да. Поэтому трафик мы практически не покупаем. А покупали? Да, и в больших количествах. В больших количествах. Ну, это оправдало этот шаг? В целом, наверное, да, но можно было сделать лучше. Намного. Ну что ж, преференциями не пользуйтесь. Оставим этот вопрос. С одной стороны, вот в самом начале ты сказал, да, есть рынок конкурентов, я так назвал классифайды, да, авито.ру, усланда.ру. Многие как бы пользователи интернета, а также зрители телевидения видят рекламу, да, данных игроков рынка. С другой стороны, вот вы как классический интернет-торговца, да, вот как вы справляетесь, вот как молоток.ру вообще справляется? Насколько жесткая конкуренция? За счет чего вы берете, не знаю, и аудиторию, и свою узнаваемость, и оборот, наверняка, таки, в отличие от конкурентов? Ну, окей, я бы, если коротко сказать, то есть одно хорошее слово русское, это доверие. Вот доверие на торговой площадке молоток, оно несравненно выше, оно присутствует, то есть оно есть. Если говорить о покупках в классифайдах, то это всегда всегда неизвестность. То есть никогда ты не знаешь, с кем ты общаешься, и у какого продавца, если только не постоянный ваш продавец, но сомнительно, что постоянный продавец там бэушных кроваток детских может иметь место. Поэтому, и это отмечают наши продавцы и наши покупатели, мы неоднократно с ними общались на эту тему, они говорят, нет, для нас классифайда не является конкурентами, потому что, скорее всего, даже следует говорить о том, являются ли классифайды конкурентами для них, для наших продавцов, которые работают на нашей торговой площадке, и нет, не являются. Они не чувствуют этой конкуренции. С площадки ушли бэушные товары, старые, ненужные, джинсы, коляски. То есть старый полароид я уже не продам, да? Нет, кстати, полароид можно, у нас вот именно специфическая старинная фототехника, это одна из таких уникальных вещей на площадке, и категорий на площадке, и пользуется большой популярностью какие-нибудь фэды, пожалуйста, приходите. А их немецкие, так сказать, прототипы, вперед. А смены? Без проблем. Если несколько слов о конкурентах, на твой взгляд, Игорь, есть ли бы не крупнейшие рекламные вложения вот в телевизионное продвижение, да, и было ли, было ли так популярно вот сейчас этот классифайд, который рекламируется? Я думаю, да. Опять же, может быть, на это потребовалось бы больше времени, просто сама модель очень удобна. Она генетически, еще раз, она генетически родственна человеческому поведению, потому что до этого это были наклейки на стенах, это были газеты какие-то страшные, которые клали нам в почтовые ящики, и мы все время там читали каких-то... Я бы назвал, Игорь, другими словами, оффлайн-маркетинг. Да, но модель поведения, наверное, ровно та же. Просто обновляется поколение, появляется больше молодых людей, которые, так сказать, пользуются интернетом, и если есть возможность купить там подержанную коляску для ребенка, какие проблемы. Этим и пользуются. А как вы считаете, Игорь, на что потратят очередные 75 миллионов Авито.ру? На телевизионную рекламу. На телевизионную рекламу. Хорошо. Помимо конкуренции, нам известно, что вы также и сотрудничаете с игроками рынка, которые по факту являются вашими конкурентами, предположим. Вот не предположим, нам известно, что вы со Slander.ru сотрудничаете, с InSales.ru сотрудничаете. Вот в чем заключается это сотрудничество? В каких формах взаимоотношений, взаимодействия? Ну, нам очень просто. Мы входим в одну группу. Slander, InSales — это группа компании Allegro в России, и поэтому мы с ними сотрудничаем. Мы обмениваемся трафиком в тех категориях, в которых не конкурируем однозначно. Ну, то есть, например, Slander нам немного отдает трафика по категории коллекционирования. Мы им отдаем немного трафика в категориях, в которых мы не сильны. Например, растения и животные или недвижимость. И хорошо, хорошо сотрудничаем. С InSales у нас прямого партнерства нет. Мы пытались, и у нас был интерес в определенный момент к магазинам, с тем, чтобы они выставлялись на молотке. Но в какой-то момент мы сами отказались от этой идеи. По причине? Причина очень простая. Магазины и юридические лица не могут конкурировать с частниками. Они просто не в состоянии этого дела. Они не могут быстро реагировать на запрос пользователя, отвечать ему на вопрос. Потому что продажа на молотке — это не просто купить кнопку. Это еще пообщаться с продавцом, спросить, какого цвета, а есть ли царапины, а новые ли действительно. Поуламывать в скидке? Ну, мы против этого, потому что продавец выставил цену за определенные деньги. Мы надеемся на комиссию, которая, так сказать, предусмотрена для этой конечной цены. И если продавец начинает давать какие-то скидки в стороне от молотка, мы понимаем, что это уменьшает и оборот молотка, и, соответственно... Не, ну ваша комиссия-то остается неизменной, Игорь. Да, но продавец ее не хочет платить, потому что он уже меньше получил денег с покупателя в случае скидки. Поэтому такие механизмы, как скидки, мы будем делать внутри площадки, с тем, чтобы продавец мог это делать автоматизированно, не уводя продажу с торговой площадки. То есть, некая прямая аналогия поведения человека на мясном рынке, предположим, когда он торгуется за кусок мяса и снижает стоимость, у вас будут тоже как бы реализованы. На Савеловском. На Савеловском даже, ну да. Ну вообще, молоток это... Я бы сказал так, я недавно об этом задумался, мне было интересно... Кто-то меня спрашивал про социальные сети, вот как там e-commerce в социальных сетях, и я вдруг понял, что молоток это древнейшая в России социальная сеть. Три миллиона пользователей, которые общаются между собой с 99-го года. Только вы об этом не афишируете. Нам и не нужно. Ну хорошо, Игорь, поговорим о конкретных товарах. Вот по данным агентства, аналитического агентства Data Insight, сейчас мы видим этот слайд, в 2011 году российские пользователи чаще покупали все эти билеты на поезда и самолеты, одежду и обувь, а потом уже бытовую технику, портативную и прочее, прочее, прочее. Вот сохраняется ли эта тенденция, и там как правильно, в молотке, на молотке? Ну, вы озвучили весь рынок e-commerce, в котором есть огромный кусок, это билеты и... Билетами вы не занимаетесь. Билетами и e-commerce в принципе не занимается. Им занимаются отдельные, так сказать, игроки на рынке, занимающие эту нишу. Я хочу сказать, что она растет настолько безумными темпами, что ей бы стоило уделить отдельное внимание. А если говорить о молотке, то основными категориями, которые являются и издревле, и сейчас, в общем, существенную долю занимает, это и есть коллекционирование и антиквариат. Это, вот как я говорил, нишевая аудитория, мы ее ценим, и, собственно говоря, она нас ценит тоже, потому что для них молоток является уникальным местом, где они могут продавать, торговаться, выставлять свои бесчисленные монеты и... Марки. Марки, банкноты, какие-то вымпелы спортивные и так далее. Если говорить о товарах народного потребления, то здесь безусловным лидером являются мобильные телефоны. Причем характерно, что вот в категории электроника большим спросом и большей популярностью, в том числе среди продавцов, является компактная электроника. Причина проста. Молоток работает по всей России, и почтовые отправления, естественным образом, они предусматривают компактность самого отправления. Мобильные телефоны, раз, лэптопы, ну, всякие вот новомодные вот такие девайсы, в том числе с непонятными логотипами. Непонятных фирм-производителей. Непонятных фирм-производителей. За мелкий прайс, там, в районе 2000 рублей, можно такой же девайс, он будет с иллюзионной антенной, и у него будет... С двумя. С двумя или тремя сим-картами, без проблем. Я даже такой один себе купил, специально проверив, работает ли этот девайс или нет. То есть не надо даже лезть на китайский интернет-магазин. Нет, покупаешь на молотке, конечно. Можно купить на молотке. Работает, но недолго. Лучше купить оригинал. А что еще у вас требовано? Одежда. Одежда. Безусловно, одежда, обувь. Но здесь есть нюансы, конечно же, продавать одежду сейчас становится тяжелее в связи с бурным ростом одежды на общем рынке e-commerce. Конечно, для нас это конкуренция. Здесь мы ищем способы, как конкурировать. И одним из таких способов успешной конкуренции является привлечение иностранных, продавцов. Ну, например, у нас очень много продавцов, торгующих шубами. Немного подержанными. Из Греции, Германии. Женщины живут там, продают на молотке. Может быть, и мужчины, не знаю. Или же у нас есть, например, девушка-продавец в Канаде живет. Она в свое время начала продавать Канадо Гус. Канадо? Канадо Гус. Гус? Это куртки. Куртки. И продавала их офлайн. Потом начала продавать на молотке. Ее обороты были настолько высоки, что Канадо Гус ей выделила эксклюзивные права на продажу их продукции через интернет. Через интернет, да, онлайн. И, собственно говоря, она с помощью молотка стала очень таким крупным дельцом в Канаде. А вы с помощью ее? Ну, она приносит нам существенный оборот в этой категории. Ну, она одна из тысяч. Одна из тысяч. О конкретных товарах и то, что сейчас наиболее востребовано у конкурентов, в частности, ну, это у вашего партнера, я бы так даже сказал, да, Борис Тылевич, директор по развитию slando.ru. Послушаем его комментарий. Дело в том, что Classified несколько отличается от традиционной электронной коммерции тем, что площадки Classified не принимают участие в самой сделке. Люди используют Classified-площадки для того, чтобы найти покупателя или продавца, а дальше они уже встречаются в офлайне, обсуждают условия покупки или продажи и передают деньги из рук в руки. Для Classified традиционно очень сильны такие категории, как недвижимость и автомобили. Электроника, давая техника, тоже популярна, но не настолько. Все-таки больше по трафику, по количеству внимания, по количеству страниц привлекает в себе сегменты недвижимости и авто. У Slando с недавнего времени очень сильна стала работа, так как мы последнюю нашу компанию и по телевидению, и в интернете, и в офлайне делали по сегменту работы и услуги. И благодаря этому мы очень сильно ее прокачали. Ну что ж, есть какие-то комментарии к словам Бориса? Ну, я присоединяюсь к словам Бориса. Абсолютно верно. Classified не занимается самой сделкой, они всего лишь сводят продавца и покупателя. Молоток занимается сделкой. Во-первых, обеспечивая качество продавца. То есть мы гарантируем, что тот или иной продавец обладает определенными атрибутами. Это рейтинг, это отзывы других покупателей, это его история продаж и покупок, потому что продавцы могут тоже что-то покупать. И, соответственно, любой покупатель, обращаясь на площадку, может любого продавца проверить на профпригодность и благонадежность. И, естественно, выбрать того, которому можно доверять. Потому что это всегда физические люди. Я говорю, это социальная сеть огромная. Это люди, да, они общаются, они живут, и среди них попадаются в том числе и неблагонадежные, безусловно. Назовем их мошенники. Но выбрать их можно. Но мошенников мы сами ищем. Мы сами ищем, их находим. Своя служба безопасности у вас, да, свои застенки пыточные. Игорь, если коротко, вот сейчас для тех зрителей, которые заинтересовали, каким образом можно продать ту или иную вещь и на этом заработать, как происходит сделка? Ну, сначала продавец выставляет какой-то товар. Вот я продаю, вы покупаете, предположим. Я выставляю товар. Да. Так. Дальше я нахожу вас как продавца, нахожу ваш товар, оцениваю вас, принимаю решение, нажимаю кнопку «Купить сейчас». И после этого продавец со мной связывается, потому что мои контактные данные, которые я указал при регистрации на площадке, уходят вам как продавцу. Вы связываетесь, вы обязаны связаться со мной. Это я установил такое правило на площадке, что продавец обязан связаться с продавцом в течение трех дней. Ну, обычно связываются в течение 24 часов. Вы мне звоните, соответственно, поскольку вам пришел мой телефонный номер, или пишите на почту. Ну, чаще всего звоните, потому что телефон есть. Я его указываю как покупатель в форме обратной связи в момент покупки. Все. Дальше сделка... А как происходит оплата? Дальше мы договариваемся. Вот ваши деньги, как покупатели, они проходят через кассу молотка? До конца июня оплата происходит по тем правилам, которые устанавливает продавец. Вот буквально в эти дни? Да, буквально в эти дни. С июля, приблизительно с июля месяца, запускается платежная система на площадке, которая будет позволять делать предоплату различными способами, банковской картой, валетами, чем угодно. А с помощью встроенной внутренней платежной системы, которую нам предоставит компания P.U. Это наш партнер и паневропейский оператор онлайн-платежей. И, собственно говоря, это будет один из дополнительных способов оплаты на площадке. То есть я могу положить денежки на свой счет? Нет, если вы покупатель, то вы у меня приобретаете товар, оплачивая мне онлайн. Вот предоплатой. Прямо предоплатой. Я, получая деньги, вижу у себя в моем кошельке на молотке, что мне поступили денежные средства. И далее я сообщаю вам, что деньги пришли. Я вам отправляю товар, сообщаю номер почтового отправления для трекера ID, который вы можете отслеживать на почте России, где ваша посылка. А вот в среднем, Игорь, по пулу товаров какая маржинальность у молотка? Комиссия же наверняка на разные группы товаров. Она плавает, безусловно, но в среднем у нас сейчас стейкрейт, так называемый, порядка 4,5%. А разброс велик? Величение комиссии? Да, велик. Ну, то есть, есть категории, в которых комиссия достигает 8%. Что за категория? Ну, это, например, другая электроника. То есть, вот эта с двумя антенными и тремя симками? Да, да, абсолютно. Там маржинальность, сами понимаете, и поэтому мы требуем качественных товаров, поэтому только качественные продавцы могут обеспечить такую комиссию. Просто я, готовясь к программе, Игорь, слушал о вашей интервью программе «Ронтология», в которой вы сказали, что оборот молотка за 2011 год составил порядка 2,7 миллиарда рублей, что процент составляет 1,1% вообще рынка e-commerce в России. И вот мне хочется понять также нашим зрителям, да, откуда эти 2,7 миллиарда рублей? Вот от этих комиссий, от этих альтернативных... Нет, 2,7 миллиарда рублей – это оборот. А, оборот, оборот. Оборот. Соответственно, что молоток оставляет себе? Он оставляет себе выручку. Выручку от продавцов, которые платят нам продавцы. Выручка складывается из коэффициента take rate, то есть комиссии, и оборота. А оборот, соответственно, формируется теми ценами, которые указывают продавцы на площадке. Ну что ж, Игорь, с деньгами разобрались. Хотелось бы понять, все-таки кто вам приносит наибольший доход, да? Вот вы здесь упомянули о том, что вы выпистывали, да, реализовали, сделали профессиональных продавцов с отличной репутацией, с хорошей кармой, благонадежных, честных, правильных. То есть это полностью ваша заслуга. Так они приносят вам наибольший доход, или же все-таки частные лица? Они практически все частные лица. Ну да, практически все частные лица. Сейчас они начали легализоваться. Мы им всем сообщили, что пора. Вы настолько профессиональны, что действительно пора. И большинство из них уже и поеда давно. А в чем заключается легализация, я не понимаю. Ну, индивидуальное предпринимательство. Понял. Как минимум, да. У вас осуществляете помощь в регистрации? Нет, мы не в регистрации, но в консультациях. Да, у нас сейчас организована юридическая поддержка по этому поводу. Поэтому welcome. Это не мы их выпистывали, это не наша заслуга. То есть не ваши, да? Это они, они сами. Они научились так торговать на площадке, и они борются за этот рейтинг. Он им действительно важен. Они относятся хорошо к своим клиентам. Они быстро с ними связываются, отправляют им не кирпичи, а те мобильные телефоны, которые у них заказывают... А бывали и кирпичи? Ну, мошенники иногда отправляют кирпичи. Угу. Да. Их сейчас... Знаете, есть такой принцип Паретта. 80 на 20? Да. 20 на 80? Вот у нас в среднем в месяц торгует около 60 тысяч продавцов. И где-то 6 тысяч из них, это даже не 20, это 10. 10. Приносят нам 95% оборота. Остальные, это вот эти вот многотысячные аудитории, которые... Многие из них пытаются начать торговать на молотке профессионально. И они постепенно становятся профессиональными продавцами. Мы им помогаем в этом, учим. У нас есть университет продаж. Но некоторые, и многие, я бы сказал, из них, они все еще относятся к молотку как к классифайду и пытаются на нем торговать, ну, вот этими старыми ненужными вещами, засоряя нам по большому счету листинг, так называемый, ну, то есть предложение бесчисленным количеством там каких-то не самых ликвидных вещей. Мы с этим одно время пытались, ну, как-то бороться, там, внушениями, рекламой того, что вот молоток – это торговая площадка. Сейчас мы понимаем, что генетически молоток должен прийти к тому, к чему пришло «Аллегро» в Польше, являясь ровно таким же, ну, интернет-аукционом изначально, на сегодняшний день является торговой площадкой, где выставление товара на аукцион, ну, или на какую-то там продажу, оно платное. Игорь, вот вернемся к этим, там, 10%, да, к 20%. Просто мои математические способности проявляются только в дни выдачи зарплаты, и я хочу вот спросить, вас устраивает такое положение дела, вот то, что вы сейчас сказали? Да, безусловно, конечно. Я бы хотел, чтобы все 100% были профессионалами. Игорь, перейдем к интернет-маркетингу. Просто у нас значительная часть аудитории составляют веб-мастера и специалисты по интернет-маркетингу, поэтому их всегда интересуют наиболее правильные, наиболее верные способы продвижения. Так вот, такой вопрос. Вы сказали уже, Игорь, что трафик вы практически не покупаете, да? Но помимо органического трафика, какие еще методы вы используете к привлечению аудитории? Поделитесь, пожалуйста, секретами. Ну, я этим секретом делюсь со всеми и приглашаю всех в наш офис. Мы готовы показать и рассказать, что это из себя представляет. Это предмет большой моей гордости. 30% нашего оборота, приблизительно около 30, достигается средствами внутреннего маркетинга. Это интернет-рассылки и это реклама на сайте. Вот так. То есть порядка 400 миллионов рублей. Я вот сейчас опять 1,2 миллиарда, 30% в год. И здесь у нас были глобальные изменения в прошлом году. Прежде всего, мы внедрили систему динамических рассылок, которые работают по принципу сегментации аудитории и ее поведения на площадке. Ну, так, например, если вы вот мужчина, и я, как маркетолог, наверное, должен был вам предлагать, не знаю, грубые мужские ботинки, там, девайсы, электронные средства, еще что-то такое очень брутально. Ну, любые вещи, подчеркивающие мои брутальности. Да, но площадка говорит о том, что вы своей жене каждый месяц покупаете сумку. Ну, вот жена у вас любит сумки. И я вижу, что вы, хоть и являетесь мужчиной, но, тем не менее, обращаете внимание на женские вещи, и больше их покупаете. И вот такая система была внедрена, и теперь действительно наша аудитория получает в рассылке ровно то, что она смотрела, на что обращала внимание, что покупала ранее. И, соответственно, не всегда это будет напрямую связано с полувозрастными какими-то характеристиками. Ну, вот, введя эту систему, можете сказать, какой сейчас у вас процент повторных покупок, вообще возвратный трафик? Оправдал такое введение? Я скажу так, что, скажем, оборот с динамической рассылки, ну, то есть, вот сегментации, в 40 раз больше, нет, вру, в 20 раз больше, чем с обычной рассылки, которую делает маркетолог, основываясь, не знаю, там, на BCG-анализе, да, там, на тренде сезона. В 20 раз больше. А используем мы еще категорию такую анализа lifetime value, ну, то есть... Время, проведенная... Ценность клиента в определенный отрезок времени. С внедрением этой системы мы выросли по этому показателю в два раза. Я хочу, наверное, продолжить нашу передачу таким вопросом. Что для вас является драйвером роста? Регионы? Регионы, безусловно. Регионы, безусловно. Регионы. Сейчас это будет платежная система, которая является, безусловно, драйвером роста по нескольким причинам. Первое, это безопасность, то есть увеличивается безопасность сделки, соответственно, растет конверсия и количество успешных сделок. И второе, это импульсные покупки, которые сейчас мы обеспечить себе не можем. Ну, известно, что, например, в Англии в пятницу вечером совершается огромное количество покупок портативной электроники, и был проведен анализ, интересные результаты получились в состоянии алкогольного опьянения, покупают люди. Пятницу вечером. Это есть яркий пример импульсный покупок. То есть надо перенять этот опыт, да? Переложить на наши российские реалии. Безусловно, надо дать людям возможность. Я думаю, у нас каждый вечер в течение 7 дней в неделю можно продавать. Но здесь есть риск возвратов, конечно, на утро. Соглашусь. Ну, просто вот я почему о регионах сказал, вот в отличие от онлайн-ритейлеров, которые все-таки большую часть своего, большую долю своего, там, оборота, да, делают на крупных, в крупных городах, да, в крупных центрах. У вас какая вообще доля региональных потребителей, региональных покупателей? У нас доля покупок из регионов и в регионах составляет 45%. Даже нет, не так, где-то порядка 55%. 45% — это Москва, Питер и область московская. И 55% — это регионы. А, вот так бы. Да, 55%. Но при этом покупки между регионами составляют чуть меньше, это где-то около 40%. То есть, например, люди в Воронеже чаще все-таки покупают в самом Воронеже, нежели чем, например, в Москве. И это тоже один из стимулов роста, потому что платежная система позволит людям совершать безопасные сделки и не бояться купить в другом городе. Потому что платежная система будет с определенного момента позволять замораживать на некоторое время деньги, которые вы отправили продавцу. И в случае, есть ли какие-то проблемы, то эти деньги обратно возвращаются. Понятно, понятно. Не могу не задать такой вопрос, который волнует сейчас просто все миллионы, как аудитория нашего канала, так и вообще пользователи интернета, а именно это мобильная коммерция. Насколько вы технически реализованы, подготовлены к этому бурному росту аудитории интернета именно в мобильном? На серфинге по интернету, покупкам, приложениям и прочее. Для нас это достаточно больной вопрос. Сразу скажу и честно, откровенно признаюсь, что, конечно же, мы в мобильной коммерции еще только начали делать... Интересоваться. Нет, интересоваться давно, делать то, что необходимо. У нас непростая система приоритизации разработки, и в силу этого мы просто по времени немножко отстаем. Тем не менее, оборот через мобильные приложения составляет 5%. А какие у вас мобильные приложения? Ну, Android, iOS, Symbion. То есть все, что нужно для iPad, для iPhone, для Nokia. А проводилось наверняка какое-то исследование? С каких устройств наиболее большее число покупок? Я сейчас не могу точно сказать, к сожалению... Планшет либо смартфон? Нет, смартфон, конечно. Смартфон, да? Смартфон, да. И, ну, просто планшетов меньше. Да, если учитывать еще региональность. Ну, конечно, пока еще не тот уровень проникновений. И я хочу заметить, что большинство покупок, кстати, это характерно для всего e-commerce, все еще совершается через мобильную версию, не через приложение. Ну, это хороший сигнал такой для тех, кто собирается и планирует. Ну, это характерный сигнал, и он говорит о том, что с мобильными приложениями нужно что-то делать, потому что работают они пока еще неэффективно, поскольку все-таки это более современная история, нежели чем мобильная версия сайта. Поэтому здесь нужно придумывать, и в моем представлении социальная составляющая должна быть срочно привлечена в мобильные приложения для электронной коммерции. Ну, и, наверное, заключительный вопрос, Игорь, как всегда, задаю гостям программы «Бизнес онлайн» о том, что в июле пользователи смогут делать предоплаты, ввод новой платежной системы. Вы уже рассказали, какие еще у вас планы и идеи по завоеванию доли процентной аудитории покупателей всего e-commerce? То есть, 2011 год – это 1,1%, если учитывать оборот. Ну, где-то так. А какие планы? Мы хотим, во-первых, сохранить свое четвертое место на рынке. Удержать. Удержать, безусловно. Мы хотим нарастить аудиторию профессиональных продавцов, сделать их еще более профессиональными. Для этого мы сейчас ездим со своей командой два раза в месяц по всей России и общаемся… То есть, такое роуд-шоу. Да, это такой тур по России. Тур, да. И встречаемся там с нашими продавцами. Мы ездим туда с мыслью о том, что нас разорвут в клочья, но реальность намного приятнее, все нам рады, и мы им рады. И мы рассказываем о тех нюансах и тонкостях работы с площадкой, о которых они, может быть, еще не знали. Они делятся с нами какими-то своими проблемами. И это, в общем, такое развитие. Если говорить о платформе, то это платежная система. Это будет гостевая покупка без регистрации. Не опасаетесь ли это? Опасаемся. Обманы, мошенничества? Ну, здесь целая система, скажем так, рестрикторов, которые будут позволять нам себя сохранить, обезопасить от мошенничества. Но гостевая покупка привлечет просто большую, так сказать, аудиторию и конверсии на тот трафик, который есть, она вырастет. Тем более, что осенью у нас есть планы по небольшому рекламному развитию. Промоушену, да. Понятно. Ну что ж, Игорь, мне остается поблагодарить вас за действительно такое увлекательное и интересное повествование, рассказ о том, как же все-таки на сегодняшний день в Рунете существуют такие монстры, гиганты, старики, ветераны, онлайн-аукционы, да, такие-то начинающие, наверное, там, двигатели и вообще всей электронной коммерции у нас в Рунете. Безусловно, от всей команды Сяпуль ТВ от себя лично пожелать вам удачи и процветания, успехов. Надеюсь, что, как бы, в дальнейшем мы будем неоднократно пересекаться, как не только на конференциях и различных мероприятиях, посвященных развитию рынка интернет-коммерции в России, но и также каких-то дополнительных круглых столах или телепередачах. С удовольствием вас пригласим. Спасибо, Игорь. Будем стараться. Уважаемые зрители, до новых встреч. Оставайтесь на канале Сяпуль ТВ, общайтесь с нами в социальных сетях. Мы всегда рады вашим идеям, вашим предложениям и вашим пожеланиям. С вами был Наиль Байков. Не переключайте канал, канал Сяпуль ТВ. Пока.